Итак, это анализ рынка. Сегодня 5 апреля, время 6.35 по Москве. И рыночный фон на сегодня следующий. Азия в минусе, фьючерсы США есть в плюсе, не в плюсе. Индекс ММВБ вышел в краткосрочную перегретость по дневному графику, по 4-часовому, по часовому. При этом штурмуется диапазон сопротивления 3400 пунктов. Я ожидаю небольшого отката рынка индекса ММВБ. Как минимум в район поддержки 3380, даже вероятно 3370 пунктов. Плюс сегодня у нас пятница, соответственно, крупные банки будут сдавать свои позиции спекулятивные в прибыль. И как следствие, скорее всего, они будут инициаторами этой краткосрочной коррекции. Но опять же, краткосрочная коррекция это никак не обвал рынка. Соответственно, какого-то краха рынка о текущих уровня я, честно говоря, не ожидал. Не ожидаю, да и ожидать особо не вижу никакого смысла. Просто небольшое давление, небольшая коррекция с целью снятия сильной рыночной перегретости. Далее, господа, хочу затронуть немножко геополитики и влияние геополитики на финансовый рынок, в первую очередь на рынок сырьевых товаров. США обеспокоены вероятностью полномасштабной войны между Ираном и Израилем. Соединенные Штаты будут поддерживать еврейские государства, подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белый Дон Джон Кирби. Вашингтон обеспокоен вероятностью полномасштабной войны между Ираном и Израилем после того, как по иранскому консульству Сирии был нанесен удар с воздуха. Об этом заявил четверк координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белый Дон Джон Кирби. Цитирую, да, мы очень обеспокоены полномасштабной войной. Фактически, одной из вещей, о которых сегодня говорил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден, были вполне реальной угрозой стороны Ирана государству Израиль, сказал он в эфире телеканал CNN, отвечая на вопрос журналиста о вероятности полномасштабной войны. Так вот, господа, рынок сырьевых товаров уже впитывает подобную новость, подобные события. Я же вам неоднократно говорил еще раньше, в 2023 году, а также в 2022 году, что полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке это лишь вопрос времени. Я, конечно, понимаю, что за свое существование Израиль борется на протяжении последних 70 лет с момента основания этого государства. Я прекрасно понимаю, что те проблемы, которые не были решены в 40-х, 50-х, 60-х, 70-х, 80-х годах на территории Ближнего Востока, эти проблемы всплывают уже сейчас и, как следствие, приводят к тому столкновению, которое мы сейчас наблюдаем на данном регионе. В чем суть? В том, что Израиль и Иран это ядерное государство. Это, во-первых. Во-вторых, я не верю в начало большого конфликта от текущего периода времени. Это маловероятно. Почему? Потому что большой конфликт вероятен только тогда, когда Китай вступит за одну из сторон. Китай сейчас молчит. Китай не затрагивает эти вопросы никоим образом. Китай пока поджимает за собой Южно-Китайское море, то есть весь Южно-Азиатский сектор, милитаризуя его полностью. То есть отжимая торговые пути, ставя свои войска, нательные государства и прочее в этом духе. О чем я говорил однократно в предыдущих видеороликах. Поэтому текущая ситуация, мне кажется, немного переоценена. То, что мы сейчас наблюдаем из сообщений ТАСС. И, соответственно, как минимум данный конфликт вполне резонно у нас будет на какое-то время заморожен. Соответственно, когда рынок поймет, что данный конфликт заморожен на какой-то период времени, рынок нефти у нас пойдет в коррекцию. Запомните это. Сейчас нефть по 90 тупо из-за того фактора, что, по мнению крупных банков мировых, якобы велик риск эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Я не солидарен с этим мнением. Еще раз повторюсь. Последнее слово будет за Китаем. США, понятное дело, за кого? А не за Израиль. Вопрос. За кого будет Китай? Мне кажется, что за Иран впоследствии. Но, опять же, коль мир деглобализируется, мир дробится на зоны влияния, на макроэкономические зоны, на новые геополитические блоки, расширяя организации такие как БРИКС, поддерживая дипломатический союз в странах ШОС. Тем самым видно, как мы постепенно ступаем на грабли проблем фактически середины 19-го, начала 20-х веков. Тогда тоже был деглобализм как таковой и, соответственно, те самые проблемы, что у нас сейчас тогда также наблюдались. В общем и целом, резюмирую свои мысли по отношению к этому вопросу. Я думаю, что данный конфликт слишком сильно переоценен в данный момент времени. Это первое. Второе. В случае возобновления этого конфликта необходимо ждать, на какую сторону встанет именно Китай. Если он встанет в сторону Ирана, то, соответственно, да, проблема будет пипец какая-высокая. Если он будет на стороне Израиля, то данный конфликт свернут в краткосрочный период времени. В общем, нужно ждать риторики от китайцев, как они прокомментируют данную ситуацию. Далее хочу пару мыслей изложить из нашего телеграм-канала биржевик акций, где 69 369 подписчиков. Ссылка на канал в описании под каждым видеороликом. Первый пункт телеграм-канал, пункт про рынок акций. Рекомендую вам подписаться. Так вот, ЦБРФ сократит продажи валюты в 12 раз. На этом фактор рубль потеряет значительный фактор поддержки. Первое. Сумма чистых продаж с 5 апреля по 7 мая уменьшится с 7,2 млрд до 600 млн рублей в день. Второе. Сделает это из-за роста нефтегазовых доходов. Ну, в принципе, смотрите, что мы с вами ожидали. То мы с вами получаем после выборов президента. Как говорится, валютный рынок постепенно направляет не в пользу укрепления рубля, а в пользу его стратегической девальвации. Я же еще раз скажу, что реалии, условно говоря, доллары, постой, нефти, постой, это неизбежно. Уже рубль не укрепляется в соответствии с тем, как растет нефть. Нет. Как говорится, нефтегазовые доходы должны и дальше у нас в стране расти. Это первое. Второе. Расходы на оборонный сектор тотально высокие. На социалку тотально высокие. Расходы в общем цене все возможные расходы на стране жесткие, очень высокие. Поэтому государство идет на такой шаг, на скрытую девальвацию роя. То есть у нас девальвация роя будет очень аккуратная, медленная, плавная. Как говорится, широкие массы за валютным рынком особо не следят. Как следствие, они на эту панику не клюнут, как это было раньше. Поэтому девальвация будет аккуратненько, медленненько, скрытая. И доллар постой. Думаю, в этом году мы еще раз увидим с вами на отработке свечного шипа бывшего уровня ГЭПа. Но чуть попозже про валюту рыбу летаем, с вами поговорим. Вот, в принципе, я крайне глазом наблюдаю за юанем. В целом, готов ли я его брать по текущей стоимости? Пока нет. Готов брать только на коррекции. Но об этом еще раз я повествую чуть попозже, в рамках данного видео. Далее, хочу перейти на индекс ММФБ и фьючерс ММФБ. Обращаю ваше внимание на то, что по четырем часам, по часовому графику, по дневному графику, а также тупо технически, если на этот индекс посмотреть, мы находимся в состоянии перегреться. Внимание! Индекс ММФБ пришел к уровню своего верхнего диапазона восходящего канала. Фактически 3,410-3,420 пунктов. Второе. RCI перегрет. CCI на раздаче. То бишь рынок здесь у нас продают. Третий момент. У нас имеются ГЭПы в районе 3,370-3,330 пунктов. Ну, такие вероятные области для его проторговки рынка в пользу коррекции. Поэтому жду сегодня в первой половине дня небольшой проторговки вблизи сопротивления 3,440 пунктов. Дальше пойдем под откат в район поддержки 3,380-3,370 пунктов. Это как минимум. В принципе, у нас по дневному графику цель снижения находится на Яма-9 в районе 3,350 пунктов. Вот здесь. Это та самая алгоритмическая точка, от которой, в принципе, рынок резонным могут начать откупать. В целом у нас коррекция будет не более чем на откат. И поэтому откатимся на нешестоящие уровни. Расторгуемся, проторгуемся. И потом, я полагаю, пойдем еще выше. В любом случае, паниковать париться не стоит. Закрывать среднесрочный пункт не стоит. И, кстати говоря, про среднесрочный пункт хочу вам повествовать. Газпром, Газпромнефть, ВКонтакте, РусАгро и РусСеть. Смотрите. Что касается Газпрома. Постепенно у нас пробивается цена на верхнюю грань боковика. У нас фактически Газпром торгуется при боковике. Нижняя его граница это 153 рубля. Верхняя граница это 182, там 185 рублей. Аккуратно, медленно, но верно по Газпром будем выходить на вот эту точку. Верхняя граница БКВК. Вполне реально, что это может быть перед дивидендным событием. Может быть еще перед чем-то. Вообще наплевать, честно. Перед чем Газпром будет сюда вот разворачивать. Мы по барабану. Я лично позиции по этой бумаге держу. Когда была паника, я спекультин позу закупал. Примерно позавчера спекультин позу в рамках нашего клуба трейдеров я распродал. В рамках этой международной сделки в 3,2%. А остальные 10% от депозита я также держу в Газпроме инвестиционно. Поэтому я не парюсь, я не соучуюсь. По Газпроме у меня стратегические цели выше. Но в принципе есть откат по бумаге. Я ее покупаю. Как говорится спекулятивно. Потом она начинает расти. Я ее продаю дальше спекулятивно. Но при этом инвестпозу все равно продолжаю держать дальше. Я имею в виду по Газпрому. Так что здесь мысли прежние. Далее по компании Газпромнефть. В принципе мы с вами показали довольно бурное и жесткое движение. В соответствии с тем анализом, что я озвучивал ранее. Вот в рамках нашего телеграм-канала Биржевик акций. Где 69 тысяч 30-69 подписчиков. Я еще публиковал этот прогноз. Это разметка 29 марта. Но фактически месяцем ранее. О том, что Газпром торговаться долго не будет. На уровне 720 рублей. Газпром будет потом по 740, потом по 750 и по 780. То есть такая волнообразная проторговка будет. Но после выноса вверх у Газпромнефть будут цели ниже. Но в принципе что и произошло. Газпромнефть взял шартистов к чертовой матери. Разорвал без вазелина. И полетел на 707-780. Но что в принципе имеем. Газпромнефть уже вышел на медиану полосу Больнджер. 780 рублей. Здесь я жду небольшую такую проторговку. Небольшой дрейф. И потом откат вниз на район 720. Там может быть даже 700. 700 и даже 690 рублей. То есть на большие реперные поддержки. Поэтому в принципе отскок мы показали. Соответственно тем продонам, что я озвучил вам ранее. Вот. Теперь как говорит цель у нас находится ниже. То есть торгуемся четко в пока еще нисходящем тренде. В общем с профитом я всех поздравляю. Кто-то бумагу лунговал. Как говорится среднесрочный. Надеюсь я полностью отработала. Красавчики. Молодцы. И прибыль в принципе резона фиксирует на текущих уровнях. Далее. Я по себе начинаю пылесосить с рынка. Среднесрочная позиция по акциям компании ВКонтакте. И акциям компании Росети ФСК. Тачи ФСК Росети. Цены во-первых торгуются в треугольниках. Это компании государственные. Их поддерживают всячески со стороны того же самого нашего с вами федерального бюджета. Деньги выделяются на развитие этих предприятий. Поэтому по ВКонтакте жду аккуратно выхода из треугольника вверх. В район 700 рублей. И в район 800 рублей. Проходящий уровень 750 рублей. Короче говоря. То первая цель будет в районе 680, 750, дефис 800. Так что в принципе по этой бумаге будем расти выше. На эти вышитающие уровни я в принципе среднесрочный пост удержу. Вчера поднабрал. Не парюсь, не стучусь. Как говорится жду цели повыше на отработку. В принципе по ФСК Росети тоже я тут позиции постепенно подбирал. Среднесрочный посту сформировал. Жду выхода цены в район Ямасота. Ямасота по недельному графику 0,13 400 рублей. И вторая цель на отработку Шипа 0,14 рублей 400. Короче говоря. Из треугольника также будем аккуратно выходить вверх. И соответственно штурмовать выше стоящие уровни сопротивления. Так что в принципе даже из всего этого электроэнергии сего сектора. Самая отстающая бумага это ФСК Росети. Так что компания государственная, компания голубая фишка. Компания поддерживает и ликвидность на рынке. Соответственно деньгами в общеэкономическом сегменте. Поэтому цель этой бумаги выше так или иначе. К тому же дивиденд политики в принципе тоже неплохая. Далее что касается акций компании РусАгро. Также вышли вверх из треугольников в соответствии с прогнозом, который я озвучивал 29 марта. Блин, конечно накопление в треугольнике было довольно долгое в этой компании. Да и вообще в любой компании, когда на акции торгуются при треугольнике, копится очень долго импульс для выноса. Честно говоря, меня теребит. Почему? Потому что когда ты находишься сам в позиции, когда ты в треугольнике торгуешься, у тебя столько мыслей прилетает. Что может быть цена вниз, а может быть сразу вверх. Блин, а может быть не может. Знаешь, такое слово бесит меня. Это слово может. Я вообще бы на гусурни запретил. Вообще просто, чтобы никто бы его не принадлежал, просто искать альтернативу этому дебильному слову, этому дебильному словосочетанию. В общем и целом, по РусАгро вышли вверх, выносились из треугольника. От торгового первого уровня 1500 рублей, вторая будет цель на уровень 1600 рублей на отработку этого долбанного свечного мать его шипа. В общем и целом, кто в позиции, с парафитом поздравляю. Кто вне позиции, не поздравляю. В общем и целом, цели выше. Далее, индекс РТС и фьючерс на индекс РТС. Пришли на район сопротивления Яма-200, диапазона 1160 пунктов. В общем и целом, здесь есть у кого позы, остались лонговые. Блин, я думаю, есть резонок закрывать на текущих значениях. Почему? Потому что РТС, он в принципе перегрет. Запомните эту простую вещь, что когда будет расти валютный рынок, а он, сука, будет расти неизбежно. Никакой поддержки для рубля уже нет. Все, пустили, опять свободное плавание. Тогда РТС будет падать. Поэтому я еще раз говорю, что из треугольников выносы вержу как манипуляции. А дальше цели ниже, господа. Будьте аккуратны. Кто в соответствии с моим прогнозом залонговал РТС, у вас прибыль уже 15% с учетом кредитного плеча вшитого во фьючерс. Что вы ждете, я не понимаю. Что вы не закрываете прибыль? Вон мне вчера пишут, штурмуют сообщение. Типа Михайлович, РТС раздет, где закрываться? Так по текущим ценам закрываться надо-то. По мере роста. Вы уже на Яма 200-й. Что ждете? Меня ждете? Благословение ждете или что ждете, я не пойму. Прибыль есть, фиксируйтесь. И рынок, ну это потом спасибо скажите. Еще потом раком перед монитором поклонитесь. За то, что вам рынок эту идею преподнес, за то, что вы ее торговали, прибыль получили. А не как некоторые там с потребительскими основами. И с этим дебилем потребляцким мышлением. Что им якобы рынок должен. А когда цена растет, они такие гору рынка прям пипец. Когда цена падает, они потом крайних ищут. Резонность закрывать по текущим уровням. И фиксировать прибыли. Я все сказал. Далее, что касается валютного рынка, еще раз. Поддержки до рубля нет никакой. Это во-первых. Во-вторых, торгуемся пока по доллару в боковике. 88, 93. Соответственно, торгуемся при формации треугольника по баксу. В принципе, ожидаю локального снижения бакса. Потом выходы вверх на отработку свечного шипа по доллару в районе 100 рублей. У нас цели выше. То есть, мои мысли максимально прежние. То есть, я не могу что-то нового добавить, разбавить какими-то новыми баснями о валютном рынке. Нет. Проторгуемся в треугольнике, выйдем локальным низ, проторгуемся внизу. Потом пойдем закрывать свечной шип. Все. Вам ЦБ сказал. Не собираемся мы продавать валюту. Не собираемся мы покупать рубль. Нам это все нафиг не всоралось. Идем доллару по 100. Все. Центральная банка это сказал. Заувалировано, конечно. Не в прямом смысле, а заувалировано. Что все, никакой поддержки рубля нет. По евро та же самая херня. По ионь та же самая херня. То есть, государству нужно поднимать доходы нефтегазового сектора, чтобы в рублях они росли. Не в рублях уже почти по 9 тысяч. Они хотят там по 10 тысяч. Не в рублях доход иметь. Чтобы бюджет просто рвался от притока денег. И у них это получится. Доллар по 100. Нефть по 100. Нефтерубль по 10 тысяч мы точно увидим в такой ситуации. Потому что надо как-то ведь затраты перекрывать. Да, у нас будет потребная инфляция расти с этого дела. Рома инфляция будет расти. А что поделать-то? Мы все на том сейчас инфляционной спирали, о которой я вам говорил последние пару лет. Ее не избежать. Вторая волна инфляции уже по факту началась. Что вы хотите? Так что, в принципе, кому интересен юань, лесенька можно уже даже от текущего уровня его приобретать. Куда его потом вкладывает юань? Да куда его в юаньевые вклады? Вон, не знаю, в трехбуквенном синеньком госбанке рассмотреть их. Там вклады, в принципе, по 4,5, по 5% можно найти. То есть, виды, у нас тут формируется как головая плеча перевернутая. Да, по юань сейчас поторгуем здесь, немного снизимся, потом пойдем выше. На закрытие гэпа и отработка уровня 14 рублей за юань. В принципе, может быть, даже я от текущей стоимости готов был бы юань покупать, да, как вариант, вот, на горизонт, скорее всего, среднесрока. Но, опять же, если бы я начал покупать валюту от текущего значения, я бы делся вступа на хеджирование позиций своих. В общем, подумаю по кумеку и сразу я решение про это пока не стану. Стратегические проблемы все равно девальвироваться, это неизбежно. Далее, по рынку драга и прометаллов, рассматриваю их сейчас с точки зрения и призмы недельного графика, потом дневного, потом часового и 15 минуток. Смотрите, по золоту, картина у нас следующая. По недельному графику у нас или все равно выше, пробили треугольник, нужно его протестировать и пойти выше на 1,2 Гана, 2,6, 2,800. Все, цели выше, время золота, время драг металлов наступило. Дневной график, идем на откат, тестировать треугольник, проторгуемся вблизи до 250, пойдем еще выше. По 4-часовому графику идем также ниже. На дивергенции по RCI снижаемся в район 2,2, точнее 2,230, отскок 2,267 на Яма-9 и дальше выход вниз на 2,150. Проторговываемся, уходим выше. Часовой график, та же самая шляпа. Выходим ниже на 2,250, расторговываем реперный уровень поддержки и Яма-100, отскакиваем вверх 2,260, потом уходим еще ниже на 2,150. Там проторгуемся вблизи уровня Яма-200 по часовому графику и уходим выше. Все, картина пока такая, краткосрочный, сходящийся тренд у нас формируется по золоту. Такое же краткосрочный, сходящийся тренд у нас формируется в серебре. Но это не обвал, это не крах, это просто откат. Отскок, дальше откат на 25,70. Здесь проторговка, расторговка уходим потом выше. В район сопротивления 30 долларов за унцию. Потому что по неделю графику мы уже пробили треугольник, тем самым у нас будет откат и выход на 1,2 веерогана 30-31 доллар за унцию. По платине. В принципе, шляпа пока прежняя, боковик остается. Я ее полной мере сейчас рассматривать не буду, потому что, в принципе, малоликвидный инструмент. По ладей я, как и серебро, держу в среднесрочном ланге. Мои цели по ним выше. Стратегически по ладе будем выходить на уровень 1200-1400. В общем, не парюсь, не суючусь. По золоту рубль штурмовали ранее 7000 рублей. Откат нам необходимо показать в район поддержки. 6500, либо даже 6300. И потом выходить еще выше на 8-9 тысяч. По серебро рубль та шама фигня. Откат локально на уровень 87-90, может быть. И с выходом на 1,2 в район 110-120. В принципе, цели выше. Позиции держу не парюсь, говорите, сучусь. Да, конечно, у нас имеется жестко-ценовая перегретость. Но чем черт не шутит, тем, что откат у нас по рынку будет. И после отката пойдем мы еще выше. В общем и целом, здесь не более, чем коррекционный откат у нас будет по рынку. Потому что эти металлы все перегреты. Спекулянты сейчас будут появиться раздавать. И, соответственно, потом выше рынок будут выносить. Такая, в общем, правда, жизнь. Далее нефть марки Brent. Я еще раз говорю, что рост нефти тупо на факторах потенциального военного жесткого обострения между Ираном и Израилем. Все, больше тут факторов роста нет. Нефть перегревается на недельном, перегревается на дневном графике. И, соответственно, да, конечно, могут нефть занести еще повыше на 93-95. Но потом, когда на ближайшие ситуации устаканится, успокоится, я уверен, что успокоится в ближайшее время. Потому что Китай еще ничью сторону не занял. Последнее слово за крупной экономикой мира. Потому что мы сейчас играем по факту в шахматы. Мы с вами пешки. Кто находится в королях на одной стороне шахмат, это США. На другой стороне шахмат, это Китай. И вот они говорят из шахматной партии, кто кого поимеет называется. Соответственно, Китай пока еще решается. Кому, за кого ему выгоднее вступать? За Израиль или за Иран? За кого? Он пока сам не знает. Поэтому вся эта ситуация военного обострения, это лишь пока временный фактор. Ее потом устаканят. Когда ее устаканят, нефть наступает в район 86 и в район 82. Так что будьте насторожи, будьте готовы. Я, в принципе, в скором времени на откате рынка нефти готов его шортить к чертовой матери. Далее, природный газ. Здесь в целом у нас картина прежняя. Боковик продолжается. 1,65-1,85. Тут пока и будем торговаться в этом замкнутом диапазоне. В общем, здесь цели у нас с вами пока боковые. В общем и целом, подавляя итоги данного видеоролика, анализ рынка, вам скажу одну простую вещь. Что по рынку откат небольшой мы покажем. Это неизбежно по рынку акций. По рынку металлов откат уже показываем. Кто находится в лонгах Газпромнефти, резонно фиксировать прибыль. Кто находится в лонгах индекса РТС, тоже резонно прибыль фиксировать. Кто находится в лонгах, например, Русагро, смотрите сами, тоже можете прибыль фиксировать. У кого лонгей среднесрочный по Газпрому, по ВКонтакте, по ФСК, там смотрите по ситуации. Кого прибыль устраивает, там везде можете фиксировать. Как говорится, укажет свой риск профиль. Одним хватает прибыль в 5%, другим хватает прибыль в 25%, третьим в 105%. То есть укажет свой риск профиль, который может держать свою позицию. Я же лично среднесрочную позу по Газпрому, ФСК и ВК держу. Мои цели повыше. Я не парюсь, я не сучусь. Мне, честно говоря, насрать. Я понимаю, что наш рынок будет еще выше впоследствии. На высшей точке уровня где-нибудь 3.700-3.800 его будут разворачивать глубоко вниз. На тех уровнях я свое добро буду брать и, соответственно, продавать. Ну, а почему бы и нет. В общем и целом, мысли у меня так или иначе пока прежние. Когда я буду продавать позиции по ВКонтакте и по ФСК Руссети, естественно, я об этом всех публично оповещу. Но изначально я буду оповещать тех, кто стоит в нашем клубе, трейдеров. Подписаться на него можно через сайт биржевиквип.ру либо через нашего телеграм-бота, биржевикбот. И, соответственно, я их там набирал, эти позиции. Писал, публиковал свои трейды. Обосновал, почему я жду роста. И только потом, с каким-то лагом во время, задержкой во время, я это решил опубликовать на наши публичные источки. И уже через сутки спустя я это все опубликовал на YouTube. В общем и целом, я сегодня тоже буду там провести прямой эфир своих торгов. Поэтому рекомендуем на наш клуб трейдеров подписаться. У нас также имеется телеграм-канал про рынок акций, про сериоринг, про облигации, про банки, про ВКонтакт-группу и Яндекс.Зен. На этот канал тоже подписывайтесь и будьте в курсе их событий. Ну и помните, что мы все обречем на прибыль. Лишь время грамотные стратеги, наши главные сука-союзники. Да, вот вы видите, что у нас происходит. Идеи на рынке хоть жопы жуй, бери, покупай, если хочешь продавай, прибыль фиксируй, в лес убегай, все. На пенек сать, косарь отдай, другие идеи по рынку высирай, все. Идеально, шикарно, бабки есть. Ланги отрабатываются по полной программе. И это шикарно, мать его. Это то, чего я требую от рынка, сука. Поэтому, еще раз, помните, что мы все обречем на прибыль. Лишь время и грамотная стратегия, наши главные с вами союзники. На этом все. Все вам доброго, удачных торгов и до свидания.